Исправим мы в первом квартале 2018 года недостающиеся замечания. В ноябре месяце уже буквально проведены аукционы и котировки. Руководство ветстанции вину признает. Да, допустили нарушения. Роспотребнадзор выяснил, что туда, где работают с опасными реактивами, штаммами сибирской язвы, бруцел, вируса лейкоза животных, попасть легко. Территория даже не огорожена, а двери открыты. Дверь открыта на стеж и закрывается по окончании работы лаборатории. Вторая пластиковая дверь не имеет запирающего устройства изнутри и не закрывается в течение рабочего дня. Еще, как говорят санврачи, у персонала ветстанции нет прививок против бешенства. Люди не проходили медосмотр в этом году. К тому же мебель старая, реактивы просрочены. В общем, целый список нарушений. Новый руководитель вину признает и говорит, что за несколько месяцев еще не освоил специфику работы, но обещает все исправить. Город никак не может остаться без ветстанции. У нас Тюменская область, Курганская область, Омская область, Челябинская область не было получено по африканской чуме свиней. Также неблагополучная республика Башкирия по ящеру. И данное учреждение, если при закрытии, то мы не сможем исследовать все эти заболевания. Если ветстанцию закрыть, негде будет исследовать продукты питания и кровь животных на опасные заболевания. К слову, здесь обслуживают 8 разных территорий. А нарушения, говорят, уже начали устранять. Судья, выслушав доводы сторон, принимает решение. Суд постановил юридическое лицо государственного бюджетного учреждения Средловской области, Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, признать виновным и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 8 суток. Решение сотрудники ветстанции считают справедливым. Срок наказания считается с 13 ноября. То есть, с того времени, когда Роспотребнадзор фактически приостановил работу учреждения. Так что сегодня ветстанция уже вновь открывается.